Отмена роуминга для Украины должна стать следующим шагом для сближения с ЕС. Об этом заявил заместитель главы МИДа Василий Бондар. В то же время в Брюсселе обсуждают, какой должна быть политика ЕС в отношении Киева. Все подробности знает Елена Абрамович. Украинский вопрос первый в перечне тем, которые обсудят министры иностранных дел Евросоюза в следующий понедельник. Прибудет в Брюсселе глава украинского МИДа Павел Климкин. Группа стран, которые пристально следят за ситуацией в Украине, уже подготовила неофициальный документ, не для публикации. Но нам удалось его увидеть. И главное замечание касается реформ. Правительство не в полной мере реализует требования ЕС и МВФ. Активисты и эксперты гражданского общества предупреждают о риске отступления. Неполные изменения могут привести к снижению доверия к процессу реформ, усталости и разочарованию реформирования среди украинцев. Украина должна создать антикоррупционный суд и обязательно учесть при этом рекомендации Венецианской комиссии, говорится в документе. Евросоюз должен делать свои замечания Киеву. Но делать осторожно, чтобы популисты не смогли этим воспользоваться. Ведь реформ проведено немало. Главная цель – помочь властям провести начатые изменения в полной мере. Мы должны четко указать, что политическая ассоциация и экономическая интеграция с ЕС невозможны без тщательного и прозрачного административного политического и экономического преобразования. Сокращенного пути нет. Эту стратегию обнародуют руководителям внешнеполитических ведомств всех стран ЕС и верховной представительницы Евросоюза Федерико Магерине. Документ могут использовать при выделении макрофинансовой помощи Украине. О миллиарде евро Еврокомиссия уже заявила, но что потребует, должен решить и проголосовать парламент и совет ЕС. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Середонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер.